Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, сразу хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Ну, сегодня у нас стал тот день, я отправляюсь в больницу. Знаете, такое ощущение, как будто я куда-то улетаю, даже взял с собой чемодан. Положил необходимые вещи, я не знаю, там, дают вещи в больнице, не дают. Какое здесь будет обслуживание, что... Ну, короче, вот понабирал всего, единственное, не взял никакой еды, вот. Но минимум я пробуду где-то двое или трое суток в больнице. Это минимум сказали. Мне сказали, до операции есть нельзя, точнее, ее будут вроде бы я... Короче, суть в том, что я не понимаю врачей, о чем они говорили. Мы общались через переводчик, я так вот подносил телефон. Он сказал, гугл-переводчик как-то там перевел, вот. Ну, понятно, не все слова правильно там как-то переводил. И мне сказали, вроде бы в ночь буду делать операцию. Сказали, можно поесть утром, но сказали, после восьми утра уже есть нельзя. Вот так вот. Ну, я немножко перекусил. Вот перед операцией говорят, есть нельзя, потому что... Получается, операция, я уже говорил, где-то часа 4-5 будет длиться. И они вот вкалывают анестезию, тело полностью расслабляется, мышцы расслабляются. И, короче, чтобы еда не попала в легкие. Поэтому желудок должен быть пустым. Мне до этого делали пару раз операции. Получается, аппендицит вырезали. Ну, это сколько? До часу операция. И вот, но сделали, это тоже операция до часу делась. Ну, это прям... Ну, и вот, что сказать, ну, пугает, не пугает. Короче, вот по ощущениям, скажем, по ощущениям, как будто я сейчас сяду на американские горки. Ну, есть какое-то, что-то такое вот чувствуется. Вот. Ну, конечно, чуть-чуть переживаю. Ну, как чуть-чуть? Не знаю даже сказать, насколько переживаю. Ну, понятно, что если ее не сделать, то будет прям вообще плохо. И, как бы, очень печально все будет. Поэтому нужно ее обязательно делать. И хорошо, что вот сказали, могут сделать в ближайшее время ее. Вот. Тут просто, что больше всего пугает, что, я говорю, общался со многими врачами. Они смотрели снимки. И они все говорили, надо, говорит, просто говорить там, разрезать и вообще посмотреть, что там происходит. Вот так. И, ну, говорили худшие варианты, которые могут быть. Вот, потому что там снимок показывает. Я уже рассказывал, там что-то и кость подразрушена. Вот. Короче, давайте я уже даю до больницы. А вообще погода сейчас очень классная. С каждым днем становится все теплее и теплее. Возможно, там уже какие-то минимальные похолодания будут. Но уже, знаете, летнее прям такое вот настроение. Знаете, что я понял? Насколько удобная вещь вот такой вот маленький чемодан. Мы его только-только купили. В одну поездку только с ним съездили. Но насколько он удобный. Тебе надо по месту куда-то вот съездить. Положил минимум вещей. И ты не тянешь с собой. Ну, не носишь никакие рюкзаки. Просто катишь его. И это настолько круто. Поэтому я считаю, вот такая вещь просто необходимая в семье. Ну, что, я уже прибыл на место. Ну, в принципе, я говорю, такое ощущение, как будто едут в какое-то путешествие. Тут рядом находится аэропорт. Летают самолеты. И здесь они прям низко-низко пролетают. Потому что идут на посадку. Короче, вот вышел. Смотрю, гигантская очередь в больницу. Это частная больница. И вот просто, что говорю, удивляет здесь и в государственную. Ну, это тоже как повезет. Ну, я вот, короче, практически год был записан. Мне так и не позвонили. А в частные вот тоже. Это вот просто на стойку регистрации очередь. Огромные очереди. Ну, иногда приходишь их нету. Иногда приходишь просто людей. Огромное количество. Ну, в принципе, сейчас здесь выходные. Может быть, поэтому... А, нет, сегодня не выходной. Были выходные. Вот. Может быть, до этого не работало ничего. Не знаю. И все вот сюда подошли. А мне надо к другой, к другому выходу идти. Мне сказали, там... Кто на операции в отдельный идет выход. Как здесь операции проходят? Вот по оплате, короче, деньги вперед. За пять дней до операции надо все оплатить. Здесь люди, я уже рассказывал, нормально относятся к очередям. Они могут долго стоять в очереди, долго могут стоять в пробке. И они не нервничают здесь. И я просто этому удивляюсь. И вот этой сверхспособности вот здесь можно научиться. На кассе, когда ты стоишь в магазине, а там перед тобой какая-то женщина, она еще может поговорить с продавцом. И все так медленно-медленно происходит. Вот. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя никуда торопиться. Вот. Короче, стоять в очередь это норма. Так, еще выход. Все, я прошел регистрацию. Сейчас уже иду, короче, наверное, в свою палату. Сказали, короче, иди на другой ресепшн. Я уже везде регистрируюсь. Я так понял, вот это палаты, наверное. Ну что, давайте буду показывать свой номер. Так, повторю, что это не государственная больница, а это частная больница. Вот. Смотрите, какая палата. Это пока что мое самое дорогое путешествие. Самый дорогой номер, в котором я живу. Вот палата. Мне дали одежду. Сказали полностью раздеться и одеть вот этот халат, который сзади завязывается. Что у нас тут есть? Разные кресла. Журнальчики. Телевизор. Вид. На стоянку. Ну, вида на море здесь нет, наверное. Море тут далеко. Потом есть шкафы. И так. Давайте зайдем в санузел. Так, где тут свет включается. Так, ну вот такой вот большой санузел. Сейчас, только не знаю, где свет. Тут, ага, вот он. Есть веревочка, наверное, если тебе плохо стало, то дернул. И за тобой пришли. Так что, вот такие дела. Мыло включено в стоимость. Вот, ну короче, такая здесь история. Ну что, уже приходила медсестра. Мне уже ввели какой-то препарат. Уже на руку одели вот такую штуку. Ну, обычно, я так понял, колят то ли какую-то минимальную анестезию в начале. Какое-то успокоительное. Вот, что-то типа такого. И ушла. Сказала, можно ходить. Но без проблем. Так вот. Через часа где-то два будут операцию делать. Я так понял. Я сижу, жду часа икс. Короче, читаю тут журнал. Кстати, журнал про Узбекистан. Там про какие-то операции, про врачей. Но это все на испанском языке. Так, смотрю, что-то лицо покраснело. Надеюсь, это не какая-то не аллергия на эти штуки. Короче, ну что, я, наверное, буду прощаться. Уже буду выходить на связь после того, как уже все сделают. Потому что скоро, чувствую, меня должны забрать. Вот. Так что. До встречи. Через секунду. Ну, видео это будет вот такой монтаж. Коротенький. А так. Все будет очень и очень долго. Так что. До встречи. Ну что. Мне все сделали. И я уже вернулся на Землю. Так скажем. Когда я тут сидел и ждал операцию. Я начал смотреть видео на медицинские темы. Знаете, обычно, когда летишь на самолете, смотришь видео про самолеты, про авиакатастрофы. Смотришь видео. Ну, не знаю, почему у меня такое. Я вот помню первые разы, когда летал, очень боялся летать. Видосы про авиакатастрофы смотрел. А тут я сидел и смотрел видео про вот эти вот операции. Лор, которые они делают. Ну, интересно посмотреть. Кстати, в Ютубе есть такие ролики. Они прям подробно снимают операции. Как они прям там вырезают хрящи и там вставляют место перепона. Как удаляют вот эти опухоли, которые там в ухе. Ну, короче, то, что мне надо было делать. Я это все смотрел. И плюс еще многие люди боятся, скажем так, не саму операцию, а боятся наркоз. Вот. Я посмотрел где-то видео всем интервью с анестезиологами. Такие коротенькие видео. И, кстати, очень интересное видео. Они рассказывали про то, что вот, кстати, перед операцией, не знаю, ну, прям аж как-то успокаивает. Но я, в принципе, и так особо не боялся. Вот. Чувствовал, скажем так, более-менее себя спокойно. И они рассказывали, что раньше это была одна анестезия. Там лет 20 назад. Сейчас это уже совсем другая анестезия. Это современные какие-то препараты. Потому что я помню, когда был маленький, по-моему, я в пятый класс пошел. И мне на 1 сентября, причем, все пошли в школу, а мне вырезали аппендицит. Так вот. Представляете? И я помню, мне настолько было плохо. В принципе, эта операция, она недолгое время длится. И я помню, мне так было плохо после этой операции. Я лежал. Вот. Тошнило очень сильно. А сейчас, вот, например, мне просто, как будто сказали, ну, он что-то на испанском говорил. Просто я открыл глаза и как-то очень быстро в себя пришел. Вот. То ли они как-то грамотно анестезию там рассчитали, вот именно на... Я просто, ну, не знаю, как это все дело происходит. То есть сказали, все. И ты бах. Ну, еще было такое, понятно, помутнение какое-то, но как-то мне казалось, что я могу встать уже, например, и пойти. Вот так вот. Так что оделали анестезию, они вкалывали вену, а потом еще одевали маску. И мне казалось, какой-то запах... Вот он мне одел маску, и мне казалось, там был какой-то дым, и мне почему-то показалось, что там какой-то запах марихуаны был. Я не знаю, может такое быть или не может быть. Ну, прям так голова, ну, не то, что болеть начало, прям какая-то тяжелая-тяжелая стала голова. И причем тут все очень быстро происходило. Вот. То есть я только заехал, там, знаете, конвейер людей, там человек 10 лежало под операционной. Наверное, там огромное количество этих операционных. То есть они тут, конвейер один за одним. Люди сюда приезжают, делают эти операции. Вот. И все у меня в калории. Ну, я уже, в принципе, знаю, когда колят анестезию, получается, если боль пошла в овене, значит, это уже анестезия. Вот. Значит, уже вырубишься. Я один раз пытался сопротивляться, не заснуть, но все равно это бесполезно. Вот. Поэтому вот таким двойным способом и маской, и еще вену водили мне. Вот такие дела. Вот. Ну, в принципе, сейчас уже более-менее так нормально стало. Так. У меня уже приходила медсестра, сказала, можно есть. Мне еще параллельно приходят, ставят капельницы, какие-то препараты водят. И принесли мою первую еду. Печенье. Мария. Потом сказали, можно выпить сок. Сок. Мне принесли абрикосовый. И еще принесли кексик. Без сахара. Вот так вот. А еду я, кстати, сюда вообще не брал. Я хотел зайти в магазин по дороге, и в итоге ничего не взял. Вот так вот. Поэтому это мой такой ужин. Я, по идее, ел. Ну, я, в принципе, так нормально позавтракал. Вот. В 7 утра. А сейчас у нас уже 11.30 вечера. Так вот. Буду есть печенье. Ну что, всем добрый день. У нас наступило утро, и мне принесли завтрак. Смотрю, у меня теперь такая модная прическа. Волосы назад. И я не знаю, сколько мне дней нельзя мыть голову. У меня просто здесь, сзади, как бы основной шов. Сзади был разрез. Как бы отсюда ничего не видно. Смотрите, мне принесли завтрак. Итак, вот он мой шикарный завтрак. Самое интересное, что оно, получается, вот есть булочка, масло, варенье, сок апельсиновый. И принесли вот кофе. Кофе, пишет, без кофеина, чашка и молоко. А думаю, а как же мне заваривать кофе этот? Или надо выйти спросить, где у них вода здесь горячая? Вот этого вот непонятно. Ну что, пришел врач и сказал, все, мы тебя выписываем. Хотя у меня столько вопросов было. Знаете, тут как-то очень быстро все. Ну, получается, у меня перебинтовали руку, потому что там иголка была. Плюс заклеили пластырь и муха, при этом там весь бинт в крови и его не вытащили. Ну, короче, я ничего не знаю, еще буду узнавать, что делать. Сказали, все, можешь уезжать. Потому что здесь прям такой бешеный конвейер людей. Я когда ехал, вот мне делали операцию. Меня вначале поставили в коридоре. Смотрю, и там человек 10 на каталках стоят. То ли они до операции, то ли после операции, то ли здесь несколько операционных. И тут прям такой вот конвейер людей. Нету времени, знаете, там, что врач пришел, поговорил. Там вначале, не знаю, там успокоил. Там анестезиолог пришел. Вообще без лишних разговоров. У врача я его видел только на следующий день. До операции я его не видел. После операции я его не видел. Вот он утром зашел, вот, спросил, как дела. Я говорю, вроде нормально. Вот. Ну, единственное, я говорю, у меня там все кровью залило. Я говорю, это нормально. Так, говорит, нормально. Вот, не переживай. И я вот думаю, вот мне в таком состоянии теперь надо, в таком виде надо ехать домой. На общественном транспорте. Сказали, голову не мыть. Либо каким-то сухим шампунем. Короче, вот это все мочить нельзя. И где-то через, там, дней 10 уже нужно снимать швы. Да, где-то 10 дней примерно. И будут еще снимки делать. Сказали, короче, это такой долгий процесс заживления. Я читал там где-то полтора месяца. Только вот эта вот переподка начинает заживать. Потому что там, короче, там же они у меня что-то вырезали, туда вставили. В общем, это все настолько долго будет. Вот это заживление. Много чего нельзя делать. Нельзя смыркаться. Нельзя чихать. По поводу перелетов. Тоже я забыл спросить. Но узнаю, когда будешь его снимать. Выписали лекарства. Я думал, лекарства здесь, наверное, как бы входят в стоимость. Они говорят, пойдешь купишь в аптеке. Ну, потому что сумму-то не маленькую заплатил за это все дело. Сказали, надо идти в аптеку покупать. Вот. Ну, в принципе, лекарства, если выписывает врач, они здесь недорогие. Вот. Поэтому. Ну, единственное, что я сейчас еще не узнал по поводу вот этих перевязок. Мне 10 дней, получается, ходить вот с этой штукой. А там просто, видите, уже опять. Вот она только наклеила. Опять все начинает капать. Вот. Короче, видите. Не знаю языка. И через переводчик пару предложений только сказал. Там, ну, так вот. Ничего не понятно. Ну, что я буду уже покидать это прекрасное место. Скажем спасибо. Это было мое самое дорогое путешествие. Прямо самое-самое дорогое путешествие. Можно было, знаете, поехать. Отель в Турции называется. Знаете, он самый крутой. Мак строил. Туда путевка, по-моему, стоит 8 тысяч евро. Ну, стоила. Сейчас не знаю, сколько стоит. Вот. Вот, в принципе, путевка в этот отель. Ну, у меня еще, понятно, предстоит. Я еще сюда буду приходить. Вот. И еще буду вот это все снимать. Еще снимки буду делать. Так что, операция прошла. Как прошла, не знаю. Никто ничего не рассказывает. Даже врач ничего не рассказывал. Просто поздоровался, спросил, как дела, и ушел. Ну, это, в принципе, не главное. Главное, что, чтобы все сделали хорошо. Вот так вот. Мне, в принципе, дали бумажечку. Там написано, какие таблетки нужно принимать, что нужно купить. Что нельзя делать. То есть, чтобы не мочил. Вот. Не чихал, не сморкался. Я это уже говорил. Все. Буду уходить. Заказал себе кофеечек. Кафе Соло. У нас за Тайспресса называется тут Кафе Соло. Опять же, в барчике, в больнице. Вот. Сегодня без вина Эхамона. Только кофеек. Так, я уже приехал в город. Сейчас буду отправляться. Вот. Как раз вот аптека. Мне выписали там три лекарства. Одни это клал антибиотик. А остальные два это обезболивающие. И, ну, короче, сейчас куплю. И уже все. Буду идти домой. Купил антибиотик. Антибиотик стоит 40 евро 20 таблеток. Так, это по рецепту. Хотя, как-то она мне продала. Тоже странно. Обычно, если по рецепту, они вырезают эти бумажечки. Там, штык. Штык. Кода. Тут она забрала у меня рецепт врача. Но бумажечку не вырезала. Короче, в принципе, все равно. Есть? Так, буду я уже. Домой. И она говорит, почему, говорит, тебе там не поменяли бинт. У тебя, короче, все это. Повязка грязная. В общем, честно сказать, я иду с больницы. И настолько во всем запутался. Никто нормально не объяснил, что нужно делать. К медсестре подхожу. Говорю, бинт нужно менять. Она говорит, на всякий случай не меняй. Врача не было. Вот так вот. А говорит, пластырь. А говорит, пластырь можно только переклеивать. И все. А внутри бинт не меняй. Вот так. Сказала пластырь, и я тебе подарю. Поэтому мне в больнице подарили пластырь. Ладно. Короче, я буду уже заканчивать это видео. В общем, у меня какое ощущение. В принципе, сделали. Ну, прошло все нормально, все хорошо вроде бы. Будем надеяться, что результат тоже будет хороший. Вот. Это мы увидим через какое-то время. Поймем, что и как. Но у меня такое ощущение, знаете, какой-то запутанности и ничего непонятности. Вот так вот скажем. Потому что толком ничего мне не рассказали, не объяснили. Мне приходилось самому подходить. Где-то раз в пять я подходил и спрашивал с переводчиком у меня сестры. Потому что врача не было. Вот. Ну, то есть он утром зажел, спросил, как дела, и все. И ушел. А я еще такой был полусонный и вообще ничего не понял. Так вот. Потом мне сказали прийти там через 10 дней, мы тебе снимем швы. Но мне сказали, приди, нужно взять ситу. То есть тут ситы берут. Получается, ну, это как бы частная больница. Как бы платишь кучу денег за это все дело. Они сказали, тебе нужно пойти на ресепшн и самому записаться на то, чтобы тебе сняли швы. Я пришел на ресепшн. А мне сказали, записей нету. Вот так вот. Тут тоже в чем прикол в частных клиниках. Тоже вот мне врач назначал капли. Он говорит, приди через 15 дней. Я иду записываться через 15 дней. А запись у него есть только через 25 дней. Вот такие приколы. И тут тоже на снятие швов. То есть почему они сразу не возьмут и не запишут. То есть все, мы тебе записали, приходи, все. А так мне сказали, записи нету. Она еще не открылась. Теперь сказали, нужно либо приезжать через дне 3, чтобы записаться, либо по телефону записываться. Но чтобы по телефону записаться, это нужно знать испанский язык. Вот такие вот дела. Вот. Поэтому, ну это я рассказывал, знаете. Ну это в принципе, скажем таки, мелкие проблемки. Ну что, уже не буду вас грузить. Короче, буду заканчивать видео. Вроде бы уже эпопея с ухом должна была закончиться. Но видите, она только началась. Потому что период восстановления будет долгим. Там еще наложили какие-то... Ну ухо сейчас понятно, не слышат. Но уже через какое-то время только поймем. Дала операция, эффект не дала. Потому что там... Короче, что-то там внутри находится. Оно рассасывается только аж через 3 недели вроде. Как-то так. Но это я в интернете читал. Я вот сидел и много чего прочитал. Много посмотрел видео. Посмотрел, как операции делаются. Вот. Что люди рассказывают. Поэтому всем счастья, здоровья, мира и всего самого лучшего. Спасибо, что смотрите. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Пока.